Ребята, всем привет! Вы на канале Ева Черевичка, меня зовут Ева, и мы давно с вами не виделись в таком формате, в формате распаковок. Пришло время посидеть мне на Валбересе, так, в Насте, подольше, поискать, повыбирать какие-то вещи, одежду, приколы, не знаю, штучки, дрючки, в общем, всё-всё-всё, что я сегодня вам покажу, то я и заказала, да, логично, да, вот так вот. Ещё, если вы не впервые зашли на мой канал, то вы подумайте, что у меня с голосом? Он очень у меня странный. Не знаю, что с ним, вот я могу вам ответить, он сел, я не могу понять, как. Но видео я хочу заснять именно сейчас, короче, не буду затягивать вообще, поэтому начинаем распаковку. И первая вещь, знаете, Хэллоуин прошёл, и чтобы настроиться всё-таки на новогодний такой вайбик, хочется, чтобы в комнате было уютно, классно. Это вот такой вот аромадиффузор, я думаю, его многие видели на Валбересе, кто искал, например, аромадиффузоры, у них очень популярные вообще всякие запахи. Попкорн-карамель. Знаете, чтобы пахло такой прям сладостью и вкусностью. Давайте попробуем, как он пахнет на самом деле. В комплекте у нас бутылёк на 50 мл и 5 палочек. Пахнет немножечко спиртом. В целом пахнет действительно карамелью и попкорном. Это правда очень приятный такой аромат. Знаете, немножечко даже похоже на какую-то парфюмерную отдушку. Есть вот такие, знаете, нотки карамели, которые прям, ну вот, прям вот хорошие. Не знаю, как он будет выветриваться и вообще, как он будет распространяться на мою комнату. Она, в принципе, у меня небольшая, и в целом не так трудно её заполнить ароматом. Эта фирма вообще недорогие абсолютно диффузоры. И в целом, как я поняла, очень даже неплохие. Ну нет, ну нет. Дальше, ребята, я вам покажу шарф, который я купила на зиму. Перед тем, как его купить, я рассмотрелась в Пинтересте, как девочки сочетают этот беруилый шарфик. И вот заказала такой мягкий, очень, видите, ворсистый. Плюс ко всему, с вот такой вот бахромой. Стоил 1000 рублей. Очень объёмный. Сейчас покажу вам. То есть прям вот, прям вот объёмный. Иногда ты просто не знаешь, как его завязать. Плюс ко всему, как вы видите, вот такие вот штучки. При носке появляются. Такие прям большие катушки, с которыми, если честно, я не знаю, как бороться. У меня есть, конечно, катушковая машинка. И, может быть, стоит попробовать пройтись по этим катушкам без плюсов, то, что он очень-очень тёплый. Он как будто бы сам по себе издаёт тепло. То есть он прям вот, вы можете вот его на какие-то супер холода, супер ветры. Это да, это 100% да. Это шарф не просто белый, потому что в карточке магазина есть просто белый, а это тёплый белый. И я именно такой и хотела. Мой голос, ребят, без комментариев вообще. Дальше, ребята, я вам покажу ботинки, которые я решила купить на зиму. Они мне пришли вот такой вот красивой мраморной коробки. Ну, правда, прикольно. Сами ботинки выглядят вот так, очень красивые. Если подумать о классических ботинках, то сразу вот они мне придумываются. На довольно-таки плотной подошве. Что очень для меня было удобно и важно, что они не на завязочках застёгиваются и одеваются, а на молнии. Здесь она работает просто замечательно. Ну, так как это всё-таки зимние ботинки, конечно же, они имеют мех. Это искусственный мех. Сама кожа на ботинках — это эко-кожа. Мех есть и на язычке. Короче, вы точно не замёрзнете в них. Честно, за такую цену эти сапожки просто замечательные. Они оправдывают себя полностью. Я их могу вам советовать, очень удобные. Более-менее универсальные, то есть они как бы и грубые, и в то же время их можно надеть и с чем-то каким-нибудь платьишками. Кстати, насчёт веса вообще не тяжёлые. Кстати, ребят, насчёт диффузора я его сейчас просто ощущаю и чувствую. Поняла, что он не прям суперсладкий, то есть он не прям бьёт по голове. Больше такой даже пряный. Дальше покажу вот такой вот лонгслив с розочкой от магазина. Вот такой вот крэйзи. Здесь написано по составу 90% хлопок и 5% волоса. Куда дели ещё 5%? Честно, я не знаю. Но вот такая вот математика интересная у того, кто делал эти карточки. Окей. Мне нравится, что она не удлинённая, а вот такая, какая есть. На самом деле, очень давно хотела её приобрести из-за вот этих кружев и, конечно же, из-за этой маленькой, миленькой розочки. Ну и сама она, кстати, сделана в рубчик, что тоже добавляет ей милости какой-то. Следующая моя уже постоянная покупка — это отбеливающие полоски Райджел. Я вам как-то уже о них рассказывала и в этот раз тоже не смогу промолчать. И, конечно же, главный плюс этих полосок — это мгновенное отбеливание. Уже после первой полоски зубы заметно осветляются, а если пройти весь курс, то зубы становятся белее на несколько тонов. К тому же у Райджел — безопасный состав, что подходит для регулярного использования. Полоски не содержат перекись водорода или карбамид и поэтому подходят для чувствительных зубов и не травмируют эмаль. Ну и, конечно же, удобная упаковка, которую можно использовать в любое время, в любой момент, в любом месте. Их не нужно прикреплять, а потом отлеплять. Нет, вы просто берете ее, вот так вот она выглядит, прикладываете к зубам и отбиваете. И уже у вас во рту полоска превращается в тонкий слой активного геля. После того, как вы ее использовали, можно заметить, что эмаль стала максимально гладкой. Все потому, что полоски убирают зубной налет, что ими можно спокойно заменить поход гигиенисту. Как видите, я спокойно даже с ними разговариваю, что уж там говорить. Ну, конечно, при чистке зубов мы удаляем далеко не все бактерии, я думаю, это многим известно. И полоски помогают удалить вот оставшиеся вот эти вот бактерии, которые мы не смогли убрать обычной щеткой. Потому что они обладают антисептическим действием и очень вкусно пахнут. Свежей, приятной мятой. Продукция Райджел произведена в Великобритании, это все можно посмотреть вот здесь на обратной стороне. Конечно же, как требуется и со всеми европейскими стандартами качества. Полный курс отбеливания состоит из вот таких вот коробочек по 28 полосочек. Длится курс всего 14 дней. Как я с вами говорила, полоска уже растворилась. Вообще, нужно ждать где-то 15-20 минут. В целом, это никак абсолютно не мешает вам. Зато всего каких-то 20 минут, и вас ждут уже ваши белые зубки. Кстати, это у меня коробка на 28 полосочек, то есть на полный курс. Но если вы хотите познакомиться с брендом, вообще как это работает, то у них есть мини-пачка на 14 полосок. Те, кто уже прошел курс и просто поддерживает свой результат. И, кстати, сейчас у них действует акция, вы можете купить три упаковки по цене одной. И эта акция действует у Rigel на официальном сайте, но также можно заказать от одной упаковки на наших любимых маркетплейсах Озон или Wildberries по супер просто цене. Но сами понимаете, количество товаров по такой-то акции ограничено. Поэтому уже сейчас советую торопиться и заказать по ссылочке свою упаковку. Все ссылочки для удобства будут уже в описании. Мы продолжаем вот такими вот перчатками. Так вот они выглядят. Перчатки без пальцев, как бы это страшно не звучало. Прямо вот как раз, знаете, ни маленькие, ни большие. То, что надо. Так вот они выглядят. Очень, как мне кажется, прикольненько, миленько так. Единственное, что все-таки это больше для красоты, потому что обычно что и замерзает на руках, так это конечности. То есть конечности пальцев. Эти вот первые подушечки, а уже сами руки, они не так сильно замерзают. Еще, знаете, не такие уж прям и длинные, то есть их не закатать под куртку, под рукава манжеты вот и куртки. Просто вот так. Но в целом выглядит прикольно. Немножечко похоже на какого-то американского бомжа. Просто они всегда, знаете, в фильмах во всех показываются вот с такими перчатками. Кстати, под мой вот этот вот свитер очень даже подходит. В карточке товара много из разных расцветок. Вот я решила черный, знаете, по классике пойти. Мы идем дальше, и я вам покажу сумку, которую я купила. Просто маленькая предыстория. Мне очень была нужна сумка, которая будет через плечо, и которая будет большая, которую можно будет положить весь хлам, потому что я обычно выезжаю из дома из всех своих ящичков, их все беру с собой, конечно. Мне нужна была вот такая вот нестильная большая, реально большая сумка. Единственное, конечно, я думала брать ее не брать, потому что она плохим подкладом. Он прям вот просто по звуку. Я трогаю пластик или подклад сумки. Потому что мне просто не хотелось ничего перезаказывать и опять находить, опять вот, знаете, в этих поисках быть этой сумки, той самой. Она очень листительная. Ее можно ноутбук, планшет, все, что вот просто надо и не надо. Это замкожа. Даже есть кармашек внутри. Правда, такой, конечно, надо. Да нормальный, в общем, кармашек. Пойду. Главный замочек работает хорошо. Есть вот такая бляшка, которой можно регулировать как раз-таки длину вот этой ручки. Кстати, на самой последней дырочке, потому что, опять-таки, я ее растянула. Сделана она очень качественно. Продолжая новогоднюю всякую тематику, я купила вот такие вот крючки для гирлянды. Реально лучшая моя покупка в том смысле, что это очень удобно. Раньше я клеила свои гирлянды на двухсторонний скотч. Я уже, как вы видите, повесила гирлянду. Они как бы соединены между собой. И вам нужно их в прямом смысле ломать. Вот так. Пленочка, чтобы была клейка основы, вы ее отдираете и вот клеите куда хотите. Я вам покажу просто замечательный кардиган или то, как я влюбилась вообще в вещи. Это вот такой вот теплейший кардиган. Как написано в карточке товара, это шерсть и акрил. Самая классная его фишка в том, что он имеет два пигунка, две собачки. Вы можете растягнуть сверху и снизу. Прям сразу как будто бы стильнее получается образ. Я ношу его обычно с белым лонгсливом. Кстати, он не колючий. Вы понимаете, я нашла вязанный кардиган с шерстяной вроде как. И он не колючий. Ну это же просто. Стоил он мне 3600. Он, правда, стоит своих денег. Он не удлиненный, наоборот. Манжеты мне тоже очень нравятся. То есть они такие зауженные. То я очень рада, что я его купила. Кстати, как покупала этот кардиган, поняла, что мне нужен под него лонгслив, как я вам сказала, что я его так и ношу. И заказала просто обычный, самый базовый белый лонгслив. Здесь всего, ребят, с математикой верно. 95% хлопок и 5% эластан. Тоже не супер удлиненный. Чуть подлиннее, чем кардиган. Но прям вообще ненамного. И в целом это прям идеально, что они примерно одной длины. Швы оставляют желать лучшего. Вот вы видите, да, наверное, около 700 рублей стоило. Но я считаю, что это очень хорошая и адекватная цена. Следующая вещь просто как-то попалась. Заходила в магазин Твоё, ну, в Алабрисе. Увидела, что у них там есть что-то, трусы. Смотрите, мне, между прочим, даже вешалку дали в подарок. Здесь есть, кстати, пирочка, где написано, что они стоят 700 рублей. Но я-то их не покупала за столько. Я их покупала, что ли, за 400 или за 300 с чем-то. Посадка Танго. Это не слипы обычные, а вот такая вот что-то новенькое для меня лично. Ткань очень приятная. Такой вот розовый с такую вот гусиную лапку, да, это же она. Такой вот не чёрный и даже какой-то не серый, а такой какой-то интересный цвет. Тиже, как розовый, только в гусиную лапку. Дальше, ребята, я вам покажу чисто такую тему. Монопод. Я купила его для своих каких-то целей, но это не просто монопод. Это монопод с подсветкой. Вот так вот раскладывается. Это его максимальная длина, высота. То есть вот просто вот это всё. Больше он не выдвигается. Подсветка. И у неё даже есть два режима. Первый и второй. То есть второй чуть поярче, чем первый. Чтобы я его могла спокойно брать с собой куда-то. Это вот такой вот пультик, который вынимается. И вы можете отойти и сделать, ну через блютуз, нажать на кнопочку и сделать селфи или ещё что-то. В общем, фотку любую. Очень удобно положить этот пультик вот сюда. Я считаю, это просто... Покупала за 370 рублей. Это реально очень классно. Возможно, это он и стоит таких денег в целом. Но я не знаю, я почему-то так рада была, что я купила монопод именно с подсветкой. Посмотрите, как она светит хорошо. Ни одной так кажется или что? Представляете, я только что поняла, что у меня не было подсветки, которые вот здесь я сделала. А её всё время не было в кадре, да? Круто. Она всё время была повернута в стену просто. Я только что поняла это. Даже этого не увидела. Здесь ещё в коробке был, оказывается, провод. Конечно, прям дурацкий такой, маленький-маленький провод. Хоть и Хэллоуин прошёл, но всё же, знаете что? У меня на этот Хэллоуин даже был костюм, который что? Конечно же, я заказала с Вайлбериса. Вот так вот он выглядел. Точнее, я уже просто в нём была, и поэтому вот так вот я его сложила небрежно. Костюм ведьмы, что он в себе содержит? Конечно же, шляпу. Вот такую, смотрите, просто. Реально классная шляпа. Конечно, не прям вау, но я считаю, хороша. Конечно же, само платье. Между прочим, как видите, оно у меня с бирочкой. Всё потому, что я реально забыла даже её снять. Только под конец поняла, что я всё время ходила с бирочкой. Такая, ну ладно, если уж ходила, значит, не буду снимать. Смотрите просто на эти рукава роскошные. Это всё можно было завязать на бантик, так я всё это и сделала. Платье по себе очень даже длинное. Края у платья, естественно, не обработаны, потому что оно стоило 2 500. Но где-то за вот эту сумму я купила. Сейчас этот костюм стоит 1000 эпизодов. Ну логично, был спрос, так скажем, перед праздником, поэтому и повысили цену. Кстати, ещё есть вот такие рукава. То есть вот так носится. Тут вставлю, как я была на празднике в нём, как я выглядела. Не чувствовала, что я выгляжу как-то хуже остальных. Всё хорошо, всё супер. Ну, конечно, вы, наверное, могли подумать, а что за свитер, в котором я сижу? Тогда, конечно же, я его тоже купила с Валбриса. Конечно же, откуда ещё? Такой вот рваный, в прямом смысле. Он, в свою очередь, очень мега длинный просто. Но мне это даже нравится. Рукава у него очень длинная. Вообще, там был размер оверсайз, так что там нельзя было выбрать рваньё. В рванье хожу, ну реально. 1600, это для него реально много. Потому что это, честно, это качество, это просто акрил. Причём не самый качественный, он просто растянется, если вы просто вот так вот сделаете, всё, он уже растянется. То есть он не имеет своей формы, как таковой. Ну, ладно, что тут поделать? Ничего не поделать. Как есть, так и есть. Буду в нём ходить, пока не износится, не потрёпывается, и всё в этом духе. Ну и на сладенькое, ребята, я оставила сладенькое. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу. Называются они каково. Как работают эти шарики? Вообще, здесь всё написано. Молоко горячее, потом добавляете в него этот самый шарик. И вуаля, ваше каково готово. Мне очень понравилась упаковка, она уже новогодняя. Есть такое послание, даже есть. Немножко тепла для тебя и меня с Новым годом и Рождеством. Просто, ну реально, ну знают, на что давить. Завёрнутые в фольгу. Они прям маленькие. Тиндер-сюрприз от Чупа-Чупс. Вот у них такой шоколад. У шоколадных шариков Чупа-Чупс. Очень вкусный шоколад, я думаю, кто пробовал, знает. Вот он пахнет точно так же. Можно даже на подарок, если честно, выглядит прям неплохо. Ну и на этом всё. Моя распаковка подошла к концу. И если вам она понравилась, то, пожалуйста, поставьте лайк. Если вам интересно за мной наблюдать, то вы можете перейти в мои соцсети ниже. Всем спасибо большое за просмотр. Я вас очень люблю, обнимаю, целую. Просто реально обожаю. И всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok